здравствуй мой друг очень хорошо что ты пришел проходи проходи сюда поближе к камину на эти мягкие подушки располагайся поудобно расслабься и слушай мы сегодня читаем произведение михаила афанасьевича булгакова не обкатится на периферию медленно с большим опозданием в Киеве теперь то что в Москве было в конце 1921 года Киев еще не вышел из периода аскетизма в нем например еще запрещена беретка в Киеве торгуют магазины к слову говорят дряньям но не выбирают наглые Эрмитажи не играют в лото на каждой перекрестке и не шляются над утрушинах до рассвета напившись о брау дюрсо но зато киевляне вознаграждают себя слухами нужно сказать что в Киеве целая пропасть старушек и пожилых дам оставшихся ни при чем буйные боевые годы разбили семьи как нигде сыновья мужья племянники или пропали без вести или умерли в сопняке или оказались гостеприимные за границей из которой не не знают как обратно выбраться или сокращены по штату никаким компонам старушки не нужны собес не может их накормить потому что не такое черождение собес что в нем были деньги старушкам действительно не в макоту и живут они в странном состоянии им кажется что все происходящее сон во сне они видят сон другой желанную чаемую действительность в их головах рождаются картины киевляне ж надо отдать им справедливость кассеты не читаю а как есть твердое вето что там, заключается, заключается, в суту уето А так же, что Там без закрывается если бы всем отшали им приходится получать свинь севбас еврейский базар где старушки вынуждены продавать Кантелябры Оторваны с кивлян от Москвы Для творной их близости К местам, где зарождались Всякие тютюники И наконец Порожденная девятнадцатым Годом уверенность В непрочности земного Является причиной того Что в телеграммах Посылаемых с юббаза Они не видят Ничего невероятного Поэта Поэта Когнистым Посмотри, что там делается Я не шучу Папа Римский заявил Что если это не прекратится То он уйдет в пустыню Письма бывшей императрицы Сочинял Демьян Бедный В конце концов Пришлось плюнуть И не разуверять Три церкви Это еще более достопримечательно Нежели вывески Три церкви Это слишком много для Киева Старая, живая И автокефальная Или украинская Представители второй из них Получили от остроумных Киевлянг-лич Живые бобы Более меткого прозвища Я не слыхал Во всю свою жизнь Оно определяет Означенных представителей Полностью Не только со стороны Их принадлежностей Но и со стороны Свойств их характера В живости И правовости Они уступают Только одной организации Бобам украинским И представляют Полную противоположность Представителям Старой церкви Которая не только Не обнаруживает Никакой живости Но наоборот Медлительны Растерянны И крайне мрачны Положение таково Старая ненавидит Живую и автокефальную Живая Старую и автокефальную Автокефальная Старую и живую Чем кончатся Болезные Деятели Всех трех церквей Сердца Служители Которых питаются Злобой Могу сказать С полнейшую Веренностью Массово Обводение Верующих Всех трех церквей И ввершение В вершину Самого Голого И повинны Будут воинны Никто иные Как сами Попы Дискредитировавшие В лоск И не только Самих себя Но и самую Идею Веры В старом Прекрасно Полном Мрачных Фрезок Софийском Соборе Детские Голоса Дисканты Нежно Возносят Моления На украинском Языке А из царских Врат Выходит Молодой Человек Совершенно Бритый И в Митве Умолчу Умолчу О том Как выглядит Сверкающий Митра В сочетании С белесым Лицом И живым Беспокойными Глазами Чтобы Превершенцы Автогевальной Церкви Не расстраивались И не вздумали Подсердиться На меня Должен сказать Что пишу Я все это Отнюдь не весело А с горечью Рядом В малой церкви Потолок Который Затянут Траурными Фестонами Нагорядной Паутины Служат Старые По-славянски Живые Тоже Любовали Себе Места Где служат По-русски Они молятся За республику Старым Полагается Молиться За патриарха Тихона Но этого Нельзя Ни в коем случае И думается Что не столько Он Молятся Сколько Тихо Она Фемствует И Наконец За что Молятся Автогевальные Я не знаю Но Подозреваю Если же Дагадка Моя Справедливо Могу Им Посоветовать Не тратить Сил Молитвы Не дойдут Бухгалтеру В Киеве Не бывать В результате В головах Киевских Эвбазных Старушек Курс Бухгалтеру Бухгалтеру Читал Бухгалтеру Бухгалтеру Курс Бухгалтеру Я Бухгалтеру Старые, живые или же автокефальные Наука, литература и искусство Нет, 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 я знаю, какой художник сотворил его, но это недопустимо Необходимо отказаться от мысли, что изображение знаменитого германского ученого Может, вылепить стяги, кому не лень Трехлетняя племянница моя, указав на памятник, неясно говорила Дядя Карла терный Вино, город прекрасный, город счастливый Над разлившимся Днепром, весь зелень и каштанов, весь солнечных пятнах Сейчас в нем великая усталость, после страшных хромыхавших лет Покой на треботной жизни, я слышу, его отстроят, опять загибают И станет на той горе, которую Гоголь любил Опять царственный голос о памяти Петлю 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 Опять царственная жизнь Продолжение следует...